Друзья, вы часто спрашиваете у меня, как заработать в интернете. И вот у меня для вас есть перспективная тема с заработком на Amazon, а также бесплатный вебинар, на котором научат всему для заработка на нем. Переходите, ссылочка в описании. Общий шалом, меня зовут Рами Зайцман, я экономист на час. Сегодня будем разбирать наболевшую тему кредитования, а именно страховки для кредита. Несмотря на сокращение обращений за потребительским кредитом в текущем году, по статистике на сегодняшний день более четверти наших соотечественников закредитованы. И 80% из них платят за навязанную страховку к кредиту и прочие незаконные комиссии. Навязывание таких услуг со стороны банка всегда незаконно и напрямую противоречит закону о защите прав потребителя. Но те, кто из вас собрался брать кредит, будьте готовы к следующему диалогу с банковским сотрудником. Первоначально вы подаете заявку на кредит. Для этого манагер просит вас предоставить стандартный перечень документов и спросит, будем ли оформлять страховочку. Что за страховка, спросишь ты. А если не спросишь, то и ролик смысла досматривать нет. А дальше манагер будет рассказывать душесчипательную историю о том, что эта страховка направлена на то, чтобы защитить тебя и твою семью от того, что тебя уволят или, не дай бог, ты потеряешь трудоспособность. Ведь в этом случае долг выплаты ляжет на плечи твоей семьи. Что, кстати, тоже ложь. В общем, эта страховка должна дать тебе спокойствие, что если вдруг не ты, то уж страховая, твой долг банку отдаст. Забегая вперед, скажу, что с этим также будут проблемы, потому что тебе самому придется доказывать страховой, что кредитный договор имеет силу. В некоторых известных банках этот документ не имеет фактической печати. Он печатается вместе с текстом и печатью на одном листе, а подписи сотрудников ставятся при помощи максимальной печати. Такой кредитный договор не рассматривается страховой в качестве действительного. Но основное, что влияет на принятие решения, конечно, то, что страховка в среднем составляет 10% от суммы кредита. Например, хочешь подать заявку на 500 тысяч рублей, будь готов заплатить 50 за страховку. Итак, ты говоришь, о да, это то, что мне нужно, соглашаешься на страховку и отписываешься с канала. А ты говоришь, нет, спасибо, страховка не нужна и получаешь новый ряд аргументов. Оказывается, что наличие страховки благоприятно влияет на решение кредитного специалиста. То есть тебе в открытую говорят, что дадут кредит только со страховкой. Следующий аргумент, процент по кредиту будет ниже, если приобрести страховку. Ну ладно, дадим тебе денег, скажем, под 21%, но если хочешь под 19, то купи страховку. Или еще, без страховки банк может вам одобрить не 500 тысяч, а 420. Такой диалог, конечно, лучше зафиксировать на диктофон. Для суда. Потому что наличие или отсутствие страховки никак не влияет на параметры кредитного договора. Да и никакого договора страхования на руки ты не получишь. Но это все пусть и незаконные, но честные методы продажи страховки по кредиту. А есть еще, как ты понимаешь, и совсем нечестные. На этапе подписания документов банк может мелким шрифтом прописать твое согласие на страховку, а манагер покажет, где поставить подпись. Как правило, эта часть идет сразу после положения хранения передачи персональных данных, которые редко читают наши соотечественники. Но бывает и жестче. Один мой клиент, к слову, авторитетный аудитор и дотошный к документам человек, пропустил информацию о страховке, потому что она была прописана мелким шрифтом серого цвета в документе. И уже автоматически стояла галочка, и текст напротив гласил, согласен на страховку. Галочка на лоха. Ну и менеджер просто подсовывал эти бумаги на подпись. Как видишь, случиться может с каждым. И сейчас я рассказываю не про какой-то Росчезнасосбанк, а про банк, входящий в топ-10 ЦБ РФ. Итак, здесь мы переходим к основной части моего ролика. Рекламе спонсором. Спонсор выпуска – страховой центр кредитования «Кредит». Мы кредитуем, ты переплачиваешь. Все довольны. Страховой центр кредитования «Кредит» теперь и со страховочкой. Что делать, если навязали страховку? То есть ты взял кредит, заплатил за страховку, и уже потом узнал, что это необязательно и незаконно. Есть два варианта. Первый и самый распространенный среди нашего брата – кричать и жаловаться. Вот! Кругом обман! Не ценят нашего брата кругом одни евреи! Я тут борщнул, мне кажется, с евреями. Мне кажется, община не поймет как-то. Да община не смотрит, наверное, на ролики. Ну и ладно, на них все равно управы нет. Ну и переплатим, а они скоты. Правда, на нашей стороне. Больше в банк ни ногой. Никаких кредитов больше братья не… У, айфончик новый. И второй – действенные. То есть требующие от тебя, не поверишь, действий. Нужно знать, что вернуть страховку по кредиту ты можешь в любой момент, что следует из второй части статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для этого тебе нужно написать соответствующее заявление и предоставить его в филиал банка, выдавшего кредит. При этом распространенная ситуация, когда сотрудники уверяют, что клиент не имеет на это права, или он же обязан оплатить неустойку, а также навязывают иные причины, цель которых одна – сохранить действие договора. Страхователю важно направить заявление с заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу, указав, что в случае отказа он оставляет за собой право на обращение в суд с возложением всех расходов на ответчика. Это выдержка с одного юридического сайта, и я немного расшифрую ее и дополню. Тебе нужно написать одно заявление в банк, в котором описать ситуацию с незаконно навязанной страховкой, потребовать возврата, уплачивать за страховку сумму и указать твое право на обращение в суд и центральный банк с этим же вопросом. И параллельно написать письмо в центральный банк, заказное первым классом, в котором нужно описать всю ту же самую ситуацию, назвав страховку навязанной, указав, что ты ощущал давление со стороны сотрудников банка с целью выдачи кредита не на выгодных тебе условиях, а ситуация в целом тебе напоминает некого рода мошенничество. Ну и само собой, таких же как ты с навязанной страховкой даже не десятки. Это твое исключительно человеческое предположение также должно быть в письме. Запечатываешь и отправляешь. Центральный банк очень резво реагирует на такого рода сообщения, потому что не любит косячные банки и имеет целую систему санкций, а банки со своей стороны готовы идти на все, чтобы с проверкой к ним не приезжали. И как в фаталити, напиши отзыв на банки.ру. Там ты тоже получишь ответ от представителя банка, а люди почитают. Хотя те, кто читают, перед тем, как брать кредит за страховку, обычно не платят. В итоге конфликт сведут на нет в самом же банке. Так случается в большинстве случаев. Банки, как правило, предпочитают досудебное решение вопросов. Ну а если с ответом будут затягивать или ответят отказом, нанимая специалистов. Благо в сети полно бесплатных консультаций, дельных специалистов на эту тему. Да и если дойдет до суда, то оно ограничится одним заседанием, поэтому возможные траты на юриста будут посильными. И, кстати, тоже в итоге оплачены банком. Более того, скажу по секрету, существуют случаи, когда клиент в тупую подает на банка в суд с формулировкой, что он уже якобы выплатил кредит. И суд выигрывает. Потому что банк не смог найти оригинал договора и взятых с клиента документов, чтобы предоставить в суд. И это не частный случай. И происходит потому, что в банках тоже работают люди. И они не чтут регламент, не подшивают документы, а складывают их куда-нибудь там на шкаф и забывают. В итоге конфликт с клиентом, который можно было решить на берегу, превращается в убыток банка увольнения сотрудника, траты на поиск нового и так далее по списку. Поэтому банк захочет найти те самые слова. В заключении хочу обсудить еще один вопрос. Почему банк идет на такую откровенную ложь и махинацию с клиентами? Конечно же из-за выгоды, которую они получают. Но в чем она? А все очень даже пошло. Комиссия. За каждую навязанную страховку банк получает комиссию. Часть, выплаченная посредством бонусов, оседает в карманах топ-менеджеров. Остальное выплачивается в качестве премии манагером. И не секрет, что у каждого банковского сотрудника есть план на выданный кредит и на страховку. И в случае, если страховку он тебе не навяжет, то не получит свою премию. Но обращаясь к топ-менеджерам банков, хочется спросить, разве отношения со страховой стоят испорченных отношений с клиентами? Знай и отстаивай свои права. Читай документы, а не рэп. Подписывайся на канал, вступай в группу ВКонтакте. Экономика на пальцах. Желаю богатства. Рами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова